Это синкретизм, безусловно. Шоу-бизнес сейчас влияет на искусство. Мы невольно чувствуем, я даже вижу по зрителям иногда, да даже то, что они ищут в своих смартфонах, прямо иногда на спектаклях, это тоже шоу-бизнес, потому что сейчас зритель, он, безусловно, иногда перенасыщен. Вот шоу-бизнес, он вторгается без предупреждения. А искусство — тоненький ручеек, который, знаете, так, попадает на ту почву, которая как бы ждет эту священную влагу. А вот шоу-бизнес, он так, знаете, бамс и все. Но я иногда всегда, вот размышляя, говорю даже актерам, не бойтесь в хорошем смысле быть наглыми, ну если это в рамках искусства. Потому что сейчас, ну, вы знаете, могут и оттеснить, и сбросить. Сейчас такая конкуренция бешеная, что просто, скажем, талантливого, но очень скромного человека, его раздавят. Я уже сталкивался очень часто и видел такие примеры, поэтому раньше было такое, как поэт пошутил, а потом это стало афоризмом, добро должно быть с кулаками. Не совсем так сегодня, но вот как бы активность, я бы сказал, энергетика шоу-бизнеса для, скажем, какой-то камерной истории, если надо продвинуть потрясающе по стилистике или по тексту, или по смыслу историю, не надо бояться даже вот такого пиара, или вот такого нарратива, скажем так, потому что иногда пропадает, собственно, само искусство. А в шоу-бизе иногда очень громко, ярко звучит, и просто до звона, пустота. Вот тут зритель должен, конечно, и наш любой, скажем, человек, покупающий билет, или обыватель, не обманываться. И для этого существуют все-таки те зоны настоящего искусства, где он может найти отдохновение. Потому что когда все гремит, иногда очень хочется тишины. Как сказал замечательный актер, кто держит паузу?